Кто разрешение на строительство выдавал? Последнее отредактированное разрешение с продлением срока для застройки выдал товарищ Муслимов. Несмотря на те нарушения, которые присутствуют там. Первое, это изменение вида разрешенного использования прошло без обсуждения публичного, без согласования с городом. Второе, это предоставление земельного участка дополнительно 60 соток. Муслимы, он уволен сейчас, да? Да, так точно. Значит, и третье, что тоже вызывает сомнения, это зона охраны с госцирка уменьшили именно под красную линию непосредственно самого объекта. Ну, что, собственно, вызывает тоже много вопросов. На сегодняшний день у нас инициированный ряд судебных споров. На сегодняшний день рассматриваем в арбитражном суде. Вот смотрите, вот всем главам муниципалитетов. Это вы, уважаемый глава муниципалитетов, были против. Когда я предложил и вышел с этим предложением на одном из городсоветов, я сказал, давайте я заберу право выдавать разрешение на строительство на уровень правительства. Тогда бы мы ясно понимали и очень бы внимательно смотрели за всем тем. А не так, что ваш какой-то, как мыслим, да, он выдал, вы его там, понятно, уволили и так далее. И, значит, предприниматель получил разрешение. У него на руках документ. Сейчас, значит, вы, я так понимаю, бегаете за ним, да, вернее, по этой ситуации и пытаетесь там делать. Вот это самое было изначально неправильно. Там порядок должен быть в этом вопросе. И второе, мне больше всего что волнует, с людьми, я, там, пока мне непонятно, что происходит, вы, вы занимаетесь этим вопросом. К людям вы будете ходить, не я, это вы выдали и вы будете этим заниматься. Поэтому людям надо объяснять позицию, разберитесь, есть там нарушения, нет нарушений. Если есть, их надо доказывать в суде, но людям тогда надо объяснять. Я об этой ситуации, знаете, откуда знаю, что там уже шесть дольщиков появилось. Шесть или семь, я не знаю. Петр Иславович, я вас тоже прошу как-то здесь, ну, быть очень аккуратным. Тогда разберитесь с судьбой этого дома. Если, значит, вы все упустили, ну, значит, дом построят. Или тогда, если люди против, вы с ними посоветуетесь, и вот как это будет. Наведите порядок, чтобы к нам сюда не прилетала эта история. Это ваша история.